Это достаточно важная и интересная тема, и важна она в том числе в связи с тем, что очень часто не понимают, что же такое за теорема Гёделя и что же они утверждают. Например, очень часто мне приходилось и приходится слышать, что теоремы Гёделя никакого арифметического смысла не имеют. Так вот, это совершенно неверная точка зрения, потому что если бы теоремы Гёделя никакого арифметического смысла не имели, то их бы и нельзя было доказать. И сегодня я попытаюсь это показать вам. В прошлые разы мы уже близкие темы обсуждали, и вот в прошлый раз мы обсуждали Гёделеву нумерацию, но сегодня я еще подробнее о ней буду говорить. Но в прошлый раз мы ее применяли для рассмотрения машин тюринга, и Гёделева нумерация использовалась для доказательства, соответственно, ограничительных результатов касательно машин тюринга. Вот сегодня мы примерно на близкую тему будем говорить, но уже без машин тюринга, очевидно. Но тем не менее Гёделеву нумерацию у нас тоже будет присутствовать. Значит, некоторые детали, куда можно обратиться, если какие-то моменты окажутся непонятными. Это, конечно же, классика книжка Гёделева доказательства Нагеля и Ньюмана. Вот здесь у меня на слайде приведена эта вторая редакция, которая под редакцией Хофштадтера вышла в 2008 году. Дело в том, что первое издание содержит некоторые неточности, небольшие ошибки, и вот во втором издании они были исправлены. Эта книжка есть даже на русском языке, но, к сожалению, перевод сделан, во-первых, с первого издания, то есть там все эти ошибки и неточности, которые в первом издании имеют место, они перекочевали в перевод. И, кроме того, на русском языке издан перевод с сокращениями. То есть там не целый текст, не вся книжка, а только фрагменты из неё. То есть некоторые моменты там опущены. Вот. Есть ещё очень замечательная книга Питера Смита, называется «Введение в теоремы Геоделя». Это 2013 год, это второе издание этой книжки. Она тоже очень классная, она только, ну, довольно объёмная, там 300 с чем-то страниц, 350, по-моему, страниц. То есть, начиная от самого введения. То есть это очень такое, очень доступное изложение теоремы Геоделя. Ну, есть, конечно же, классика. Это вот статья Смаринского из хэндбука по математической логике под редакцией Барвайза, статья 1977 года. Это, конечно, одна из лучших, в принципе, работ по теоремам о неполноте. Ну и в качестве ещё такого дополнительного материала, если кому-то особо интересна теорема Геоделя, то можно посмотреть вот эту вот последнюю книжку, указанную на этом слайде. Это книга Францена, называется «Теорема Геоделя. Неполное руководство по её использованию и злоупотреблению ею». Вот там Францен очень кратко даёт доказательства, объясняет очень кратко, в чём состоит теорема Геоделя. И большая часть книги, несколько глав посвящены тому, чтобы развеять мифы относительно теорема Геоделя. То есть там Францен говорит, допустим, что вот теорема Геоделя не доказывает, что Бог существует, как некоторые думают, почему, да, и показывает ошибки в этих точках зрения. Или там, не знаю, что человеческий разум превосходит разум. Ну, искусственный интеллект превосходит искусственный интеллект. Вот это тоже из теорема Геоделя никак не следует. То есть это, конечно, можно принимать, но нам требуются какие-то дополнительные, скорее, философские посылки. И сами по себе теоремы Геоделя, конечно же, это не устанавливают. Ну вот, и давайте перейдём непосредственно к теоремам Геоделя. Да, в общий контекст некоторые надо задать. Значит, в 1931 году в статье о формально неразрешимых предложениях в принципе математика исходных систем, часть первая, Геодель публикует, собственно, доказательства первой теоремы о неполноте, и там есть у него некоторые фрагменты относительно второй теоремы. Он планировал, что он напишет вторую часть, но так это и не случилось. Значит, он, как сам Геодель, кстати говоря, как сам Геодель объясняет, почему он предполагал такое деление на две части, он думал, что этот результат настолько очевиден, что он просто витает в воздухе, и вот ему надо было срочно опубликовать, чтобы первенство закрепилось за ним. Поэтому он даже не успел до конца дописать свою статью. Он решил, что надо остановиться на том, что написано, назвать это часть 1 и опубликовать. Потому что он считал, что вот-вот кто-нибудь другой докажет то же самое. Чем теоремы о неполноте интересны? Теоремы о неполноте демонстрируют недостаточность аксиоматического метода, предложенного Гильбертом. Ну, точнее говоря, нереализуемость программы Гильберта. Вот это будет более корректно. Гильберт в одном из своих выступлений, сам в знаменитом своем выступлении, сформулировал набор открытых математических вопросов, которые требуют своего решения. И вот в числе этих вопросов было доказательство непротиворечивости для математики. Ну вот, собственно говоря, теоремы о неполноте говорят, что эта задача невыполнима. Вот одна из важнейших задач для математики конца 19 века и начала 20-го, это справиться с парадоксами, которые в теории множества появились, и показать непротиворечивость основания математики. Вот это, собственно, то, о чем я только что сказал по поводу программы Гильберта. Там у Гильберта еще много других задач было, но вот это одна из них. Ну и Гёдалева теорема, конечно же, показывает, что это нереализуемо, оказывается. Теперь мы вспомним, что же такое Гёдалева нумерация. Всякому символу, всякой формуле и всякому доказательству мы будем присваивать некоторый уникальный номер. В прошлый раз, когда мы машины Тьюринга обсуждали, и я уже говорил о Гёдалевой нумерации, я упомянул, что Гёдалева нумерация работает благодаря основной теореме арифметики, которая гласит, что всякое число, целое число можно разложить на простые множители, причем уникальным образом. То есть ни одно, вот если вы какое-то число разложили на простые множители, то никакое другое число на те же самые простые множители разложено быть не может. Это основная теорема арифметики. Что нам нужно для Гёдалевой нумерации? Нам нужно сопоставить символы с натуральными числами следующим образом. Это вот только пример. Можно нумерацию задавать другими способами. суть доказательства не изменится. И даже содержание теоремы никак не поменяется от этого. Здесь я беру, собственно говоря, в качестве конкретного вот этого примера, я беру то, как это во втором издании книжки Нагеля и Ньюмана дается. То есть отрицанию мы сопоставляем единицу, нестрогой дизъюнкции двойку, импликации тройку, квантеровое существование четверку, равенство пятерку, ну и так далее. Ну ноль, это понятно у нас. Ноль, начало натурального ряда. С это функция следующая, функция, которая берет на вход число и возвращает следующее за ним. Вот у нас все, соответственно, символы нашего языка, таким образом сопоставленные с натуральными числами. Кроме того, дадим еще коды для разного рода переменных. Вот для объектных переменных у нас будут вот такие вот коды, для x13, для y17, для z19. Вот для пропозициональных переменных pqr у нас, соответственно, 13 в квадрате, 17 в квадрате, 19 в квадрате. И для, значит, предикатов мы дадим 13 в третьей, 17 в третьей и 19 в третьей. Ну, на самом деле, это даже и достаточно избыточный набор. Нам не требуется такое большое разнообразие. Вот, ну, допустим, нам надо найти Гёдлиф номер для какой-то формулы. Допустим, это вот такая вот формула. Существует x такое, что x равно s0. Ну, то есть, существует число, которое следует за нулем, получается. Вместо x, если эта формула истинна, мы должны подставить единицу. То есть, единица, существует какой-то объект, который является единицей. Вот эта формула говорит. Тогда мы смотрим, какие коды сопоставлены этим символом. Вот, квантуру существования мы сопоставили четверку, переменной x мы сопоставили 13 на предыдущем слайде, открывающейся округлой скобке 8, ну и так далее. А вот мы записали все коды этих символов. Затем мы должны посчитать, сколько у нас символов в этой формуле. Это у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 символов. 8 символов. Значит, мы берем 8 первых простых чисел. Это 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Вот. И каждый из этих простых чисел мы возводим в ту степень, которая соответствует числу, сопоставленному данному символу. Ну, например, у нас вот первый символ – это кванта существования, ему сопоставлена четверка. Значит, мы двойку возводим в четвертую степень. Второй символ формули – это переменная x, и переменная x сопоставлена число 13. Значит, второе простое число в ряду простых чисел, то есть число 3, мы возводим в степень 13. Затем у нас открывающаяся круглая скобка, ей сопоставлено число 8. Она является третьим символом в формуле. Значит, третье число в ряду простых чисел, а это число 5, мы возводим в степень 8. Вот. И у нас получается затем, как бы такой расширенный в некотором смысле код для каждого символа. То есть мы получаем следующий ряд. 2 в четвертой, 3 в тринадцатой, 5 в восьмой, 7 в тринадцатой, 11 в пятой, ну и так далее. И затем мы все эти числа перемножаем. У нас получается какое-то очень-очень большое число, в данном случае. Вот. И это большое число будет Гёдлевым номером формулы. Существует х такой, что х равно S0. Вот так мы получаем Гёдлевы номера для формул. Гёдлев номер уникален, как я сказал, это из основной теоремы арифметики следует. Вот. То есть нет никаких двух формул, у которых бы Гёдлев номер был одинаковым. Вот. Ну и Гёдлев номер доказательства мы точно так же можем получать. Что такое доказательство? Это последовательность шагов. Каждый шаг представляет собой формулу. Эта формула либо является посылкой, либо она получена из предыдущих путем применения правила вывода. Вот. Соответственно, мы делаем следующее. Мы по числу шагов берем, сколько у нас шагов в доказательстве, столько мы берем этих простых чисел из ряда простых чисел. И каждое простое число возводим в степень, которая равна Гёдлеву номеру формулы, написанной на соответствующем шаге. Допустим, число 2 мы возводим в степень N, потому что N это Гёдлев номер формулы, написанной на первом шаге нашего доказательства. Вот так вот мы нумеруем, соответственно, доказательства. И они тоже у нас получают уникальные номера. Вот. Это как бы кодирование, да, получается. Вот. Соответственно, мы можем и раскодировать. Да, мы можем взять какое-то число, разложить его на простые множители и, соответственно, узнаем, что это число в данной Гёдлевой нумерации обозначает. Это может быть формула, может быть какое-то доказательство. Например, возьмем вот такое вот большое число, 243 миллиона. Что это за число такое? Является оно Гёдлевым номером или не является? Вот интересный вопрос. Разложим число 243 миллиона на простые множители. У нас получится 2 в 6, 3 в 5 и 5 в 6. Соответственно, смотрим, какие символы сопоставлены шестерки и пятерки. Шестерки сопоставлен 0, пятерки сопоставлен знак равенства. То есть, это формула 0 равно 0. 243 миллиона — это Гёдлев номер формулы 0 равно 0 в нашей нумерации. Если она будет другая, если мы другие числа сопоставим символом, то, соответственно, число тоже будет другое. Еще раз хочу напомнить про основную теорему арифметики. Всякое число уникальным образом раскладывается на простые множители. То есть, мы берем какую-то формулу, у нее есть какой-то свой собственный уникальный Гёдлев номер. Берем какое-то число, раскладываем на простые множители и видим, какая-то одна формула только соответствует этому числу. Вот так вот. Теперь нужно пояснить кое-что по поводу арифметизации. Как мы видим, благодаря тому, что мы можем занумеровать все утверждения, все доказательства, то у нас получается, что всякое выражение принципия математика имеет связанный с ним Гёдлев номер. Вот. Поэтому получается, что метаматематическое утверждение о формальных выражениях с одной стороны и типографские отношения между символами с другой и выражениями могут пониматься как утверждения о соответствующих Гёдлевых номерах и их арифметических, вот тут надо подчеркнуть обязательно, арифметических отношениях друг к другу. И вот тут на слайде пример с мясным отделом супермаркета. Что это означает такое? Это значит следующий пример. Вот в некоторых странах супермаркеты работают таким образом. Вы приходите в супермаркет и на входе можете получить номерок. Есть специальная машина, которая печатает номерки. Вот вы берете этот номерок. Это номер вашей очереди в мясной отдел. То есть, в мясном отделе есть человек, который в порядке очереди обслуживает клиентов. Но вы не обязательно сразу же идете в мясной отдел. Вы можете сначала по супермаркету походить, набрать там какие-то продукты себе. Соответственно, время какое-то проходит, мясной отдел в это время работает. И вот вы набрали уже себе продукты и решаете, что вот надо сейчас мне пойти в мясной отдел и фарш купить. Приходите в мясной отдел, там какие-то люди стоят, там очередь. И вы сравниваете, у кого какой номер. Если у вас номер будет самый маленький из тех, кто там находится, то вас будут обслуживать в первую очередь. То есть, вот этот номерок, он, который вы получили при входе в супермаркет, он работает как некоторое указание на то, в каком порядке клиенты должны быть обслужены в мясном отделе. Вот это позволяет избежать разных споров, разногласий и всего прочего. То есть, супермаркет и, в частности, мясной отдел работает намного лучше, если такие номерки выдаются. То есть, никто там с клиентов друг с другом не спорит. Либо надо много мясников нанимать, чтобы с наплывом клиентов не было проблем. Вот. То есть, здесь у нас получается так. Вот есть клиент с одной стороны, аналог некоторой формулы, есть номерок, это аналог Гёдлева номера, и, соответственно, вот отношения между номерами, это те отношения, которые определяют отношения между клиентами. Если номер меньше, значит клиент идет в первую очередь обслуживаться. Если номер больше, то, извините, вам надо подождать. Никакого, тут как бы не о чем спорить. Чисто арифметические отношения между числами. Вот и все. Вот. Ну, давайте возьмем такую вот штуку. Допустим, у нас есть формула неверно, что 0 равен 0. Вот. Попытаемся выяснить Гёдлев номер этой формулы. Он будет у нас вот таким вот. Назовем его для простоты А. Это 2 в первую умножить на 3 в восьмой, умножить на 5 в шестой, ну и так далее. Вот. Это какое-то большое число. Нам не важно знать, что это за число. Просто назовем его число А. Если надо, можно вычислить его. Так вот, утверждение. Мы можем сформулировать утверждение о том, что первым символом вот этой формулы является знак отрицания. И это утверждение будет соответствовать утверждению о том, что 2 является одним из множителей, на которое раскладывается число А. Но при этом 2 в степени 2 не является таким множителем. То есть, вот это вот утверждение чисто арифметическое. 2 является одним из множителей числа А, но 2 в квадрате множителем не является. Вот это арифметическое утверждение, вот это утверждение о числах и отношениях между числами говорит, что первым символом данной формулы является отрицание. Почему? Потому что для того, чтобы... Ну вот, поскольку у нас тут отрицание стоит, отрицание мы сопоставили единицу. Соответственно, у нас 2 в первой получается, да, то есть просто 2. 2 является простым множителем, является, чтобы получить число А. 2 в квадрате при этом не является. Но тут можно спросить, почему 2 в квадрате не является, это понятно. А почему 2 в третьей, например, не является? Ну, потому что возведение в степень, что это такое? Ну, 2 в третьей степени это что? Это 2 умножить на 2 умножить на 2. Ну, то есть, когда мы 2 в первой умножаем на 2 в квадрате, то у нас получается 2 в степени 1 плюс 2. Вот. То есть, вот, степени так вот у нас работают. Соответственно, если у нас в третьей степени бы здесь было, то тогда мы могли бы разложить его как на 2 в первой умножить на 2 во второй. Это было бы то же самое, что 2 в третьей. И 2 в четвертой мы могли бы разложить там на 2 во второй умножить на 2 во второй. Ну, и так далее. То есть, сказать, что 2 во второй не является множителем, достаточно для того, чтобы исключить все остальные. Вот. Ну, то есть, вот у нас есть чистое арифметическое утверждение. 2 является одним из множителей, на которое раскладывается число А. Но 2 в квадрате не является одним из множителей. Это арифметическое утверждение. В принципе, математика может говорить нам... В принципе, математика может формулировать утверждение о числах. Значит, мы можем сформулировать и утверждение вот такое. Существует Z такое, что какое-то вот это длинное большое число А равно Z умножить на 2. И не существует Z такое, что вот это число А равно Z умножить на 2 умножить на 2. Вот это формула, которая говорит, что первым символом формулы, закодированной с помощью числа А, является отрицание. Причем, это теорема в принципе математика. Мы эту формулу можем доказать в принципе математика, если она истинна. Если она истинна, мы можем ее доказать в качестве теоремы. Потому что отношение быть множителем является примитивно-рекурсивным отношением. Пара слов о том, что такое примитивно-рекурсивные отношения, что такое примитивно-рекурсивные функции. Если не вдаваться в подробности, то примитивно-рекурсивные функции называется такая функция, которая может быть вычислена с помощью механического устройства. И в этом механическом устройстве все циклы имеют ограничение сверху на количество итераций. Число итераций всякого цикла ограничено сверху. Причем оно может быть определено еще до того, как наше механическое устройство войдет в этот цикл. Ну, условно говоря, если вы знаете какие-нибудь языки программирования, то получается, что это все циклы вида for. For циклы. Они, в общем, работают таким образом. То есть мы всегда знаем, до какого момента мы должны дойти в итерациях, и там мы остановимся. Вот это примитивно-рекурсивные функции. Это очень огрубленно, если это представить. Какие функции являются примитивно-рекурсивными? Ну, например, сложение, умножение, взятие предыдущего числа, соответственно, удвоение. Затем проверка на то, являются ли два числа равными. Затем получается... Соответственно, там это самое... Является ли число нулем. Это все примитивно-рекурсивные функции. Ну, то есть в принципе математика есть теорема, которая соответствует утверждению о том, что первым символом формулы, вот этой вот неверно, что 0 равен 0, является отрицанием. Это теорема у нас вот здесь записана. Получается, что о свойствах наборов символов можно говорить, просто говоря о свойствах целых чисел и их множителях. То есть мы можем описывать, благодаря тому, что в принципе математика выразима арифметика, мы с помощью арифметических вот таких вот устройств специальных можем описывать, что у нас вообще происходит в самой принципии математики. То есть принципия математика формализует арифметику. А с помощью арифметики мы можем описывать метаматематику для принципия математики. То есть получается, что принципия математика формализует одновременно и свою собственную метаматематику. Вот. Ну и получается так, что мы можем, например, взять вот такое вот утверждение. Последовательность формул с Гёделью номером x является доказательством формулы с Гёделью номером z. Вот. И это утверждение мы можем представить в виде формулы принципия математика. То есть эта формула будет говорить, что x раскладывается на простые множители, среди которых самым большим является... самое большое число возводится в степень z. Ну потому что это последняя у нас. Теорема — это последняя формула в доказательстве. Вот. Ну, например, у нас, допустим, если доказательство имеет 8 шагов, то, соответственно, число 19 будет возводиться в соответствующую степень. То есть это чисто арифметические отношения. Вот. Быть доказательством — это соответствует арифметическому отношению. То есть есть арифметический смысл в этом. Вот. Соответственно, мы можем сделать следующее. Мы обозначим с помощью вот такой записи дем от x, z, арифметическое. Здесь опять надо подчеркнуть. Арифметическое отношение между числами x и z. Такое, что оно имеет место в случае, когда x является гёдлевым номером доказательства для формулы z. Это примитивно-рекурсивная функция, потому что у нас набор axiom обозримый, набор правил вывода обозримый. Ну, соответственно, определение того, является ли нечто теоремой или нет, ну, точнее, не теоремой, а доказательством. Является ли нечто доказательством для некоторой данной теоремы или не является разрешимым. Ну, вот, соответственно, у нас примитивно-рекурсивная функция. Вот. То есть, получается, что, в принципе, математика есть формула, которая говорит то же самое. Говорит, что есть определенные отношения между числами x и z. И это отношение, точнее, вот формулу, которая об этом отношении что-то высказывает, мы будем обозначать вот так. То есть, это уже не чисто арифметическая какая-то формула, это уже формула принципия математика, записанная с большой буквы. dm xz — это формула принципия математика. Она будет истинна, если x является доказательством для формулы z. Вот. Ну, например, у нас может быть какое-то арифметическое ложное утверждение dm2,5. Между 2 и 5 нет отношения, которое обозначается с помощью вот этого dm. Ну, и, соответственно, у нас есть еще в самой принципе математика такой вот набор символов. dm от этого двойка и это пятерка. Ну, эта формула является ложной, отрицание ее, соответственно, будет истиной, ну, и его можно доказать. Вот, отрицание будет в качестве теоремы доказываться в принципе математика, отрицание вот этой формулы. Вот, получается, что метаматематические утверждения вида «то-то является доказательством того-то», они соответствуют теоремам в принципе математика. Аналогично для утверждения вида «то-то не является доказательством того-то». то есть в принципе математика сама о себе может говорить, что в ней является доказательством и чего, а что не является. И сама о себе может говорить, что доказуемо в ней, а что в ней недоказуемо. Вот, теперь смотрите, мы еще можем что сделать? Мы еще можем заменить переменную y, да, мы ей сопоставили число 17, в некоторой формуле. Допустим, вот формула, существует x такой, что x равно s y. Допустим, Гёдлев номер вот этой вот формулы, существует x такой, что x равно s y, это m. Вот, и мы можем заменить y на m в этой формуле. Тогда мы получим вот такую вот формулу. Существует x такой, что x равен какому-то числу m. Вот там s, 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 0. Это какое-то число m. Вот, в этой формуле будет m плюс 1 символов s. И эта формула утверждает, что за m есть какое-то следующее число. Что за m есть какое-то следующее число. То есть, существует x такой, что x равен следующим за m. Вот, сама по себе эта формула, она тоже имеет Гёдлев номер. И его можно обозначить метаматематически. Вот, это Гёдлев номер формулы, полученный из формулы с Гёдлевым номером m путем замены переменной с Гёдлевым номером 17 на m. Ну, то есть, вот если вернуться назад, да, вот у нас было так, что вот эта вот формула имеет Гёдлев номер m. Да, мы взяли, нашли в ней все перемены, все символы, все символы, которые сопоставлены с числом 17, а это вот этот y. и заменили все символы с числом 17 на число m. Вот, то есть мы провели какую-то операцию. И это число, вот Гёдлев номер формулы, которое получено из формулы с Гёдлевым номером m путем замены переменной с Гёдлевым номером 17 на m, это число является значением функции от m и 17. И эта функция тоже является примитивно-рекурсивной. Мы можем обозначить ее вот так вот. Sub, ну, от слова substitute. Sub x17x. Ну, то есть она получается, вот эта вот функция, она имеет значение какое-то, и ее значением будет Гёдлев номер формулы, то есть некоторое число, полученное, если мы возьмем формулу с Гёдлевым номером x и заменим в ней все переменные, сопоставленные с числом 17 на x, потом посчитаем Гёдлев номер, соответственно, мы получим некоторое число. Это чисто арифметические отношения. У формул есть номера, это числа, соответственно, вот мы с числами и оперируем. Это нормальные арифметические отношения. Вот. С другой стороны, на уровне метаматематики, у нас в принципе математика имеется некоторая соответствующая формула, вот такая вот, sub от x17x, и она обозначает уже не число, а набор символов, некоторую строку. Некоторую строку, которая представляет собой формулу. Формулу, которую мы получаем, если берем формулу с номером x, заменяем в ней все символы с кодом 17 на x, и вот результат этой операции, это некоторый набор символов, некоторая строка, какая-то формула. Возможно. Вот. Теперь это все, что было предварительно относительно Гёдельевой нумерации и общей затеи, как мы будем доказывать теорему о неполноте. Теперь обзор. Что нам нужно сделать? Во-первых, нам нужно построить формулу, которая называется G, построить формулу G в принципе математика, и эта формула должна выражать метаматематическое утверждение G недоказуемо в принципе математика. То есть она о себе должна говорить, что она в принципе математика недоказуема. Затем нам нужно показать, что формула G доказуема тогда и только тогда, когда отрицание формулы G доказуемо. Соответственно, это будет противоречие у нас. И если в принципе математика непротиворечивая, то тогда G формально неразрешимо. То есть мы не можем ни G доказать, ни отрицание G. Затем нам надо показать, что хотя G недоказуемо формально, она является истинной арифметической формулой. Ну то есть получается, что поскольку эта формула говорит, что есть некоторые, что не существует какого-то числа, которое находится в определенных отношениях с каким-то другим числом, то нам нужно, получается, показать, что ни одно число не обладает определенным арифметическим свойством. Чисто арифметическим свойством. Кроме того, мы покажем, что в принципе математика существенно неполна, то есть она непополняема. Сколько бы мы ее не расширяли, все равно у нас неполнота будет иметь место. Затем надо нам будет построить еще формулу CON. Эта формула будет выражать метаматематическое утверждение, в принципе математика непротиворечиво. И мы затем покажем, что если CON доказуемо, то тогда и формула G доказуема. А раз формула G доказуема, и раз мы ранее в нашем изложении покажем, что G доказуемо тогда и только тогда, когда отрицание G доказуемо, то тогда это будет означать, что принципио-математика просто-напросто противоречиво. То есть из того, что принципио-математика непротиворечиво, следует, что принципио-математика противоречиво. так вот это уже вторая теорема о неполноте вот ну давайте непосредственно к аргументу который геодель использует в своем доказательстве перейдем а вот напомню что вот такой вот записью дм с большой буквы xz у нас обозначается что x есть доказательство для z соответственно мы можем вот такую вот формулу на построить существует x такой что x является доказательством для z существует доказательство для за то есть или z доказуем можно доказать z если мы поставим отрицание то у нас будет формула что не существует доказательство для за не существует теперь возьмем вот такую вот форму не существует икса который будет доказательством для формулы получены из формулы y путем замены всех символов сопоставленных с числом 17 на y то есть не существует доказательства для формулы с номером вот таким вот sub y 17 игрек это уже чисто арифметическая часть на языке вы если мы на язык арифметики это все переведем на естественный арифметический язык то у нас получается что не существует такого числа которое находится в особых арифметических отношениях с числом sub y 17 игрек вот у этой формулы вот это вот не существует икс что x является доказательством для sub y 17 игре у нее у этой формулы есть какой-то гиадалиф номер ну поскольку у всякой формулы есть гиадалиф номер допустим это номер н мы не знаем что это за число такое нам не хочется его считать она слишком большое пусть это будет н хорошо игрек у нас здесь свободная переменная давайте вместо игрека подставим н что у нас получится у нас получится формула же эта формула говорит следующее не существует такого икса который будет доказательством для формулы получена из формулы с номером н путем замены в ней всех символов сопоставленных с числом 17 на н и что же это за формула такая мы договорились что число н у нас обозначает вот эту вот формулу то есть мы берем эту формулу находим в ней все символы обозначенные числом 17 а это у нас переменная игрек вот она раз и вот она 2 и дальше мы должны заменить эти символы обозначенные числом 17 на н то есть мы вместо игрека сюда ставим н и вместо этого игрека ставим н и что он получаем мы получаем вот эту формулу то есть формула же говорит сама себе что она не имеет доказательства она это делает конечно очень хитрым образом но она сама себе говорит что она доказательства не имеет потому что она как раз и является результатом вот этой вот операции возьмите формулу с номером н и замените все символы с кодами 17 на н получается что код для формулы же вот такой вот это ее код это ее гёдлев номер и между числами н 17 есть какое-то арифметическое отношение какое-то арифметическое отношение вот то есть благодаря тому что в принципе математика описывает свою ну точнее формализует арифметику она может еще и описать сама себя и она может даже иметь некоторую форму мы можем сформулировать какую-то формула в принципе математика которая сама себе говорит что она не доказуем вот эта формула же вот она вот смотрите если же доказуемо допустим мы можем это это доказать то тогда значит мы нашли какой-то x который является доказательством для нее самой то есть получается что мы если можем доказать же то мы можем доказать отрицание для же все она же сама себе говорит что не существует такого а если мы найдем такое то значит мы докажем отрицание и и и наоборот если мы сможем доказать ее отрицание то тогда доказуемо и окажется вот такая вот формула то есть она сама логика у нас здесь классическое двойное отрицание у нас схлапывается мы его просто убираем вот ну то есть если у нас же доказуем это доказуемо ниже если не же доказуемо то доказуемо же вот если доказуемо и формула ее отрицание то в классической логике система является противоречивой получается что если принципе математика не противоречиво то ниже не отрицание же в ней доказать нельзя вот такой вот вывод кроме того формула же и отрицание же они что-то утверждают о числах одна говорит что есть какое-то число другая говорит что такого числа нет обладающего определенными арифметическими свойствами логика у нас классическая либо же либо ниже должно быть истинно какое-то из этих утверждений о числах должно быть истинно или одно или другое что они противоположны вот формула же говорит что не существует доказательства для нее самой этом ее метаматематический смысл арифметический смысл состоит в том что же говорит что не существует такого числа которое бы находилась в определенном отношении с числом sub n 17 n это арифметический смысл вот мы видели что формула же неразрешима в принципе математика в принципе математика у нас нету не доказательства для же не доказательства для отрицания же значит же не имеет доказательства а поскольку она сама себе говорит что она не имеет доказательства и она в принципе не имеет доказательства значит она истинно она описывает что-то истинное получается формула же истинно вот то есть же это истинное но не доказуемое в принципе математика утверждение далее мы говорим что формальная система является полной если в ней доказуемы все истинные утверждения вот же является истинной формулы как только что мы выяснили но при этом же не доказуемы в принципе математика значит принципе математика не полна мы конечно можем принципе математика расширить и добавить к ней какие-то новые аксиомы которые позволят нам как что-то там доказать или например можем даже же прямо добавить в качестве аксиомы тогда у нас же будет тривиально доказуема вот то есть мы получим какую-то расширенную систему систему которую можно обозначить как принципе математика плюс же вот это будет не консервативное расширение не консервативное расширение систем не консервативно имеется ввиду что набор доказуемых утверждений стал больше раньше мы не могли какие-то утверждения доказать сейчас мы можем доказать вот раньше же не могли в принципе математика доказать принципа математика плюс же мы можем потому что же это аксиома вот но в этом случае мы можем определить новое отношение между числами, которые обозначим дем со штрихом. И ему будет некоторое отношение такое типографское соответствовать. Дем с большой буквы со штрихом. Это будет доказуемость в новой системе. В расширенной системе. Ну и соответственно мы можем построить новую формулу по тому же самому принципу. Эта формула тоже будет истинна, но она будет недоказуема в нашей расширенной системе. Соответственно, принципия математика существенно неполна. То есть мы ее никак не можем пополнить. Сколько бы мы ее не расширяли, всегда мы можем определить новое отношение доказуемости для новой системы и построить там недоказуемую формулу, которая при этом будет еще истиной. Теперь посмотрим на следующее рассуждение. Если принципия математика непротиворечива, то она неполна. Ну, это мы вот только что как бы выяснили. Если в противоречивой системе доказуемы все формулы, то в непротиворечивой имеется хотя бы одна недоказуемая формула. Что значит для системы быть непротиворечивой? Нужно, чтобы хотя бы одна формула была недоказуема. То есть мы можем это выразить так. Существует такой у, что для него не существует доказательства. То есть существует y такой, что не существует икса такого, что x является доказательством для y. Вот хотя бы одна недоказуемая формула есть. Теперь, значит, неполнота. Неполнота, ну, то есть это мы выразили, вот получается, антицидент вот этой импликации. Pm непротиворечива. Pm непротиворечива, если вот эта формула имеет место. Теперь консеквент. Pm неполна. Неполнота предполагает, что есть хотя бы одна истинная недоказуемая формула. А у нас она уже есть, это g. То есть консеквент у нас это просто g. Вот, соответственно, вот эта импликация у нас, если Pm непротиворечива, то она неполна, может быть представлена в виде вот такой вот формулы. Если кон, то же. Или, если хотите, определение можно раскрыть, у нас получится вот такая вот формула. Существует y, такой, что не существует x, являющегося доказательством для y. Импликация. Не существует x, который является доказательством для формулы, полученной путем подстановки, для формулы с номером n. То есть, когда мы берем формулу с номером n и заменяем все символы с номером 17 на n. Если бы формула вот эта вот, кон, была доказуема в принципе математика, то тогда по моду спонус мы могли бы легко доказать g. Модус спонус нам говорит, если а, то b, а, следовательно, b. Если бы мы доказали con, то по моду спонус мы бы доказали g. Тем не менее, это бы означало, что в принципе математика противоречива. Соответственно, непротиворечивость мы доказать не можем. Значит, если в принципе математика непротиворечива, то в ней нельзя доказать ее непротиворечивость. Это вторая теорема о неполноте. Вот такой вот аргумент использует Гёдель. Вот так выглядит его доказательство. На этом все у меня по теоремам Гёделя. Спасибо за внимание. И еще раз хочу обратить внимание, что с одной стороны у нас есть метаматематический смысл, с другой стороны у нас есть чисто арифметический смысл. Вот. Значит, теоремы Гёделя, естественно, обладают каким-то арифметическим смыслом. Формула G — это формула, которая что-то говорит о числах и об арифметических отношениях между числами. Она не просто о формулах говорит. Просто дело в том, что благодаря тому, что мы задали определенным образом Гёдель в энумерацию, у нас получилось так, что она еще и о символах говорит. Но даже если бы мы Гёдель в энумерацию задали каким-то другим образом, мы все равно смогли бы построить аналогичное утверждение, аналогичное Гёдель в утверждение, аналогичное G. Вот. И еще раз, конечно, хочу повторить вслед за Франценом, что теорема Гёделя ничего не утверждает о том, существует Бог или не существует. Она ничего не утверждает о том, является ли человеческий интеллект более мощным, чем искусственный интеллект, или же он не является таковым. Вот. Теорема Гёделя сама по себе является математическим результатом. Она ничего такого не утверждает. Можно ее интерпретировать философски, но для философских интерпретаций требуется еще что-то дополнительное. Мне очень нравится утверждение Бен Серафа, которое говорит, что вот, значит, должна быть какая-то посылка принцессы Маргарет. Тогда мы можем вывести философские следствия из математических результатов. Вот эта посылка принцессы Маргарет, она всегда является проблематичной. Значит, почему называется принцесса Маргарет? Бен Сераф рассказывает анекдот о том, что вот в еврейской семье вырос, соответственно, сын, да, и надо его удачно женить. Ну и родители наняли брачного агента. Брачный агент какое-то время, через какое-то время приходит к нему и говорит, знаете, я для вашего сына нашел замечательную пару, но есть некоторые загвоздки. Ну вот родители спрашивают, что значит за загвоздки. И брачный агент ему говорит, вы знаете, дело в том, что эта девушка, но она замечательная, она сама по себе прекрасна, она красивая, трудолюбивая, ну в общем всеми самыми лучшими качествами обладает, но при этом она не еврейка. Ну родители, значит, эти против, они говорят, что значит наши дети будут гоями, теперь не... Ой, то есть внуки, наши внуки теперь будут гоями, что ли? Нет, никогда не потерпим, чтобы у нас сын женился на не еврейке. Значит, нет, это не может быть. Ну брачный агент им говорит, знаете, вот вообще говоря, тут есть и хорошая сторона. Дело в том, что это принцесса, принцесса Маргарет. Она, ну как бы, представьте, ваши дети будут принцами Великобритании. Ну, значит, вот эта вот еврейская чета некоторое время спорила, совещалась, и потом они решили, что ладно, пусть сын их женится на этой принцессе Маргарет из Великобритании. Внуки, соответственно, будут гоями, но зато они будут принцами и принцессами. Ну брачный агент выходит, такой говорит, фуф, осталась гораздо более простая задача, теперь надо уговорить принцессу Маргарет. Вот, то есть есть математический результат, чисто математический результат, с вполне себе нормальным, конкретным арифметическим смыслом. Выводить из него какие-то философские следствия можно, но для этого требуется что-то сверх этого математического результата. Сам по себе этот математический результат ничего не утверждает, ни о Боге, ни о человеческом интеллекте, ни о чем угодно. Он просто что-то утверждает об отношении между числами. Если мы придумываем себе какую-то посылку принцессы Маргарет и используем ее для того, чтобы вывести философские следствия, ну замечательно, но правда надо еще вот эту принцессу Маргарету говорить. Эту философскую посылку нужно еще как-то обосновать. А это зачастую бывает крайне проблематично. Вот, на этом о теореме, о неполноте все. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Субтитры создавал DimaTorzok